Здравствуйте, с информацией Гидрометцентра России, прогностического центра Метео. Вас познакомлю я, Ольга Паршина. На юге и Дальний Восток установилась прекрасная летняя погода. В Хабаровске 25 облачно с прояснениями, во Владивостоке 28 и солнечно. В Иркутске пока прохладно, чуть выше 20 градусов, но дожди слабеют и температура готовится пойти в рост. В Новосибирске среда станет самым жарким днём этой недели. Днём будет около 30. В Омске скромнее 24, а в Екатеринбурге температура так и останется ниже отметки плюс 20. И дожди будут лить весь день. На европейской территории России погода взяла курс на глобальное улучшение. С запада выходит гребень антициклона, и он постепенно вытеснит наш циклон за Урал. В Архангельске в среду чуть прохладнее, чем во вторник, но погода по-прежнему солнечная. А в Калининграде воздух прогреется до плюс 27, и на южный берег Балтики вернётся курортная погода. В центре небольшие дожди пройдут в основном по востоку региона, но из-за перепадов давления везде будет довольно ветрено, при этом потеплеет до 22-24. По Волжье пока прохладнее. В Нижнем Новгороде плюс 19, местами небольшой дождь. В Казани тоже не выше 20 градусов тепла, и дожди ещё будут сильными. А к низовьям Волги погода становится солнечной и жаркой. В Астрахани плюс 30. В Ростове-на-Дону и Луганске тоже малооблачные до плюс 28, по 30 на черноморских курортах. А локальные кратковременные дожди могут застать врасплох только в горах Кавказа. В Санкт-Петербурге в среду 22-24, местами кратковременный дождь. А в Москве без осадков, но в ветре на и 21-23. Зато в конце недели можно рассчитывать на 24-27. О погоде на завтра в студии Ирина Полякова. Здравствуйте, у меня информация прогностического центра «Метео». В Дальнем Востоке здесь активизируются холодные атмосферные процессы. На Чукотке, Магаданской области опять с мокрым снегом. Холодный воздух продолжает движение с севера на юг по Якутии. В Якутии завтрашнего дня не выше 20. А по югу Дальнего Востока, если Приморье и Преамурье ещё удержат свои плюс 25-30, и в Чите ещё плюс 32, то в Бурятии похолодает. В Лануде завтра резко максимум плюс 23. Но это похолодание короткое. А для юго-западной Сибири приготовлен тоже короткий, но жаркий всплеск. Это от Новосибирска до Барнаула. При этом осадков завтра не будет вплоть до Омска. Немного потеплеет на юге Восточной Сибири. Но локальные дожди не исключаются. А Урал в откровенно дождливой погоде. И максимум, на что завтра можно рассчитывать, это плюс 20 в Оренбурге и Кургане. Это скандинавский циклон ещё больше своего внимания начал уделять Уралу и Сибири. Он ещё работает и на европейской территории России. И здесь после серьёзной атмосферной встряски с похолоданием можно начинать говорить о восстановлении погодной справедливости. Пока нельзя сказать, что северный воздушный поток, который сейчас почти над всей русской равниной, резко остановится. Но стихать будет точно. К тому же снова что-то попытается продемонстрировать солнечный прогрев. В результате, если сегодня в центральных областях среднесуточная температура не добирает до нормы градуса 3, то завтра всего 1, а потом и законная норма августа вернётся. И дождей станет меньше. Завтра на север-западе в центре вообще практически без осадков. В Поволжье, по крайней мере, ослабеют. На юге дожди совсем эпизодические и совсем немного ещё посвежеет. В Петербурге завтра плюс 23 без осадков. В Москве в среду останется сильный ветер, но дождь уже не планируется. И максимальная температура воздуха уже плюс 21-23. У меня пока всё. Смотрите погоду на НТВ. Сейчас время кратких новостей погоды. В нашей метеостудии Ирина Полякова, Ир, тёплое лето к нам ещё вернётся. Теперь прогнозы настраивают на хорошие перемещения. Итак, сегодняшняя сырая и промозглая погода в центральных областях совершенно точно не начало осени. Да, северный воздушный поток почти через всю русскую равнину – это наша реальность и ближайшее будущее. Но в августе совершенно не стоит сбрасывать со счетов солнечные силы. Даже самый холодный арктический воздух они сейчас в состоянии трансформировать, переквалифицировать в тёплый. Даже с претензией на очень тёплый. В результате, если сегодня температура не добирает градуса 3, то завтра всего один. Ну а потом и законная норма, и даже снова перевыполнение. И дождей станет меньше. Завтра на север-западе в центре вообще практически без осадков. В Поволжье дожди, по крайней мере, ослабеют. На юге осадки совсем эпизодические. Температура ещё день расти не будет. Продолжу после паузы. В Петербурге завтра плюс 23, почти без осадков. В Москве в среду останется сильный ветер. Но дождь уже отменяется, и максимум уже более приятный – плюс 22. Хотелось бы ещё погреться. Спасибо, это был прогноз погоды. Здравствуйте, с вами Наталья Зотова. На Дальнем Востоке жаркая погода под 30 сохранится в Приморье и на Амуре. Осадков здесь мало. А вот на западе Забайкалье и в Бурятии холодный фронт понизит температуру. И если в Чите ещё 32 и солнечно, то в Улан-Удэ дожди и всего плюс 23. Прохладный воздух проседает и на юге Якутии. В Якутске около 20, без осадков. Дожди пройдут на юго-западе республики. Магаданская область и Чукотка тоже остывают. И здесь помимо дождей всё чаще в прогнозах появляется мокрый снег. В Магадане плюс 12, в Анадоре плюс 10. На востоке Сибири ещё прохладно. В Иркутске днём плюс 21 с небольшим дождём. Но воздушные потоки из Центральной Азии уже возвращают лето. От Красноярска до Новосибирска 27-30 и солнечно. Вблизи Урала и на Урале малоподвижный циклон придерживается осеннего настроения. Погода пасмурная, дождливая. И днём не выше 20. Европейская территория постепенно освобождается от этого хмурого циклона. Дожди и плотный ветер ещё сохранятся в Поволжье. В центре и на северо-западе всё больше просветов и меньше осадков. И пик похолодания позади. Температура прибавит пару-тройку градусов. На юге примерно настолько же станет свежее. Без осадков только в Крыму. В остальных районах днём локальные кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге без осадков. И уже до 24. В Москве тоже теплее. Днём 21-23 дожди маловероятны. Здравствуйте. С информацией гидрометцентра России и прогностического центра «Метео» вас познакомлю я, Наталья Зотова. Европейскую территорию России делят напополам гребень антициклона на западе и уходящий циклон на востоке региона. Соответственно, чем западнее, тем больше солнца. И оно начинает перебарывать северо-западный ветер. В Скове в среду уже до 25, а в Калининградской области становится жарко днём до 27. Курортный сезон продолжается. Похолодает только в Архангельске, но ненамного и ненадолго. К выходным тут снова плюс 20. В центре завтра 22-24. Небольшие кратковременные дожди пройдут в основном на востоке региона. Но из-за перепадов давления везде будет ветрено. А по Волжье ещё побеспокоит ненастный атмосферный фронт. Но откровенно осенняя прохлада уходит и отсюда. В Казани и в Самаре уже до 20. На юге роскошная погода со сдержанной жарой и обилием солнца. В Ростове-на-Дону и в Луганске 27. Ещё выше в Ялте и в Сочи. И только на Северном Кавказе в прогнозах местами появляются кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге в среду 22-24 местами короткие дожди. В Москве сохраняется порывистый северо-западный ветер. Но уже преимущественно без осадков. И становится теплее. И днём 21-23. А к концу недели солнце и южный ветер вернут в столицу жизнерадостную и почти жаркую погоду. Так что мёрзнуть осталось совсем недолго. Ровень погодной опасности. Загроз действует до конца сегодняшнего дня в Москве и Подмосковье. Предупреждают нас синоптики водителей и пешеходов. Призывают к повышенной бдительности. А вот когда ждать улучшения погоды и потепления? Прямо сейчас узнаем о Виктории Черникова. Виктория, здравствуйте. Очень надеемся на хороший и замечу летний прогноз. И я, Денис, рада его сообщить. Действительно, с середины недели погода в столичном регионе начнёт заметно улучшаться. Уже завтра вероятность осадков сведётся к минимуму. Местами небольшие дожди ещё пройдут на востоке региона. Например, в Коломне и Орехово-Зуеве. А на термометрах завтра будет 21-24. При этом северо-западный ветер везде останется плотным, порывистым. Поэтому температура может ощущаться как более низкая, чем есть на самом деле. В Москве предстоящую ночью 11-13, днём 21-23. Переменная облачность преимущественно без осадков. В четверг погода практически не изменится. Разве что ночью станет даже чуть попрохладнее. А вот с пятницы будет взят курс на отличное летнее завершение недели. Так что потерпеть осталось совсем недолго. Спасибо. В погоде рассказала Виктория Черник.